По поводу направленности здесь проводов. Здесь слово SATA должна идти к компьютеру. То есть здесь в отличие от обычной ситуации, когда всё по хендому идёт по направленности к аппаратуре, то есть от источника к проигрывателю, к усилителю, к колонкам. Там всё по направленности, по названию. Здесь же наоборот. То есть что касается жёсткого диска и что касается CD, так как это читается информация, тут несколько наоборот получается. Тут направленность идёт к плате по правильному. То есть это исключение, которое я вымерял путём проб различных вариантов. То есть вы можете попробовать просто переставить по направленности. Там же легко переставляется. То есть это соединяющий, который считывает. И увидите, там будет яркость другая, совершенно чётче. И звук будет лучше. Поэтому это ещё один момент направленности этого кабеля SATA. Тоже надо помнить. Тут такой момент ещё, что вот эти SATA, которые подключаются к жёсткому диску, они стоят здесь и вот здесь. То есть надо пробовать, включая в какой именно у вас будет лучший звук. У меня, например, в нижнем, так, в нижнем, во втором было, вот в том, ближе к задней части. Получилось вроде получше, если это CD подключать. А если CD-ный подключать, тогда, в принципе, я ещё пока не переставлял. Пока вот так играет нормально. Всё вроде сказал. Остальное я ещё не проэкспериментировал. Ну вот подключил тут сейчас к CD одновременно. Что-то мне звук меньше понравился. Получается, если я на компьютере буду смотреть, CD, наверное, я не буду использовать. Поэтому буду отключать его. Также вам, возможно, повар будет. Вот РВ тоже буду отключать. То есть у меня с одной стороны будет открыто. Я вообще особенно предпочитаю открытые корпуса. Ну, понятно, тут пыль и такое прочее, но не особо так оно. Всё нормально. Качество стоит того. Некой пыли. Потом просто, когда выключаете, закрываете всё или накрываете чем-то. Но он лучше играет, когда всё открыто. У меня, по крайней мере, пространство, качество идёт лучше в открытом виде. Поэтому я его не закрываю и могу маневрировать тут. Отключать. Взял, соединил, отсоединил. Ну, даже при рабочем компьютере я могу вынимать эти проводки. Все они... Нету особого тока. Всё в порядке. Главное, аккуратнее не задеть, чтобы не выскочила сота. Вот. Ладно, буду тут дальше экспериментировать. Так, ну я проэкспериментировался. И мне больше понравилось, когда я втыкаю в горизонтальную сота. То есть вот вторая сота, она вертикально как бы стоит. Если брать компьютер, как бы показать, сейчас, не в ту сторону. То есть если вот так вот брать, то она стоит у нас вот так. А это стоит вот так. То есть, соответственно, если ставить его на пол, вот это будет у нас горизонтально. Это у нас будет горизонтально, а это у нас будет вертикально. Соответственно, мне звук понравился, когда... Вообще я люблю, когда USB стоит по горизонту, а не наоборот, вертикально втыкается. Когда сетевая вилка втыкается тоже по горизонтали. Хотя есть блоки питания, где по вертикали. И вот всё, что по горизонтали, по хаэндному лучше считается. Даже если вы розетку дома повернёте и будете по вертикали втыкать, тоже звук изменится. Но это замечают только профессионалы, поэтому для любителей и просто любознательных это толку ничего не даст. То есть вы услышите, только я не знаю, что там. Практически ничего не услышите. Но могу сказать, что здесь даёт пространство больше, когда по горизонтали всё втыкается. И басы более они вниз. То есть фортепиано вниз. В общем, басовые вещи и пространство больше на пространство, если ориентироваться. То есть тут всё будет нормально, но просто я говорю, разница будет в пространстве и в басах. Правда, один нюанс, что... Один нюанс, что здесь в разных местах где-то лучше, подача тока где-то хуже. Поэтому в нижней части чуть хуже, подача тока мне показалась. Но с другой стороны, ради качества построения звука я выбрал нижнюю. Хотя вот здесь мне показалась подача тока лучше. Поэтому выбирайте подачу тока. Тут динамика чуть получше. Продолжение следует... Продолжение следует... ...